Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья, вот и пришло время нашего общения. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы эфире. Здравствуйте, это Стив. По-моему, все-таки вот это решение по поводу потока между смертью и господином Байтоном отражает некое разочарование в Украине. Ну вот имеется сложная международная ситуация в соперничестве с Китаем. Имеется два союзника, Германия и Украина. Имеется интерес к Германии, союзник мощный, доказавший свои достоинства и очень перспективный. Ну и Украина, которая за прошедшие 7 лет, сколько там, не 7 лет, фактически ничего, кроме слов, скандалов не произвела. В то время как за 7 лет Польша добилась очень большого. Поэтому были выбраны интересы союзника предпочтительного, то есть Германии. Но, может быть, при этом рассчитывается на то, что это будет как бы стимул в Украине, чтобы она, наконец, кроме слов и, так сказать, возмущений, наконец начала что-то делать из того, что обещала 7 лет назад время Майдана. Я бы, конечно, при этом подкинул бы в Украине деньжат, ну, такое количество миллиардов, и польских советников, может быть, только подкинул, плюс советники, плюс деньги, и мудрит развитие Украины, спасибо. Спасибо. Ну, в общем-то, деньжат пообещали подкинуть в форме так называемого «зеленого фонда». Спасибо, Стив. Причем, знаете, какое интересное созвучие. «Зеленый фонд», президент Зеленский. Вполне возможно, что значительная часть этого фонда каким-то невестимым образом попадет к нему, как это случалось уже неоднократно. И, в общем-то, действительно забавное созвучие. То есть, в треугольнике Германия, Украина, Соединенные Штаты, когда интересы Германии и интересы Украины столкнулись, Соединенные Штаты оказались на стороне Германии. Стив, ваша мысль абсолютно понятна. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Вы сказали, что Соединенные Штаты нанесли резкий ответный удар в области крипто, в области кибербезопасности против России. Не могли бы вы подробнее объяснить, что вы имеете в виду? С удовольствием. Мы с вами уже говорили об этом. Мы говорили о том, что есть несколько известных, печально известных групп хакеров, которые действуют с территории Российской Федерации. Одна группа взяла себе, ну, скажем так, наименование или прозвище Dark Side. Другая группа взяла себе другое имя, если хотите, или прозвище R-Evil. Или это сокращение полностью R-Evil, то есть зло, которое связано с выкупами. И эта группировка R-Evil, она действует очень удачно. Она, в принципе, каким образом она действует? Она посылает свой софт, какие-то компании, которые выбраны в качестве ее цели. И после этого компании не могут нормально действовать. Если речь идет, допустим, о компании Colonial Pipeline, по ее трубопроводу перекачивалось жидкое топливо с зоны Мексиканского залива к нам сюда, на северо-восток, то была парализована прокачка бензина. И на бензоколонках выстроились огромные очереди. И принцип вымогатель очень прост. Вы должны выплатить ту сумму, которую мы потребовали, и требуют обычно выплаты в так называемой виртуальной валюте. И когда вы выплачиваете в этих биткоинах, есть и другие формы виртуальной валюты, мы позволяем, или мы убираем, или блокируем наше собственное софт, наше софтверо, которое мы запустили в компьютер этой компании, и компания просто возвращается к своей обычной деятельности. Так поступают все вымогатели. И в какой-то момент, это было относительно недавно, где-то около двух недель назад, вдруг эта группировка R-Evil, она попросту исчезла. И как буквально через пару дней заявили специалисты, судя по всему, действия Соединенных Штатов уничтожили ее серверы. Она уже не способна заниматься тем, чем она занималась. Безусловно, через какое-то время эти серверы могут быть восстановлены или приобретены новые. Эта группировка может выйти опять, ну, по другим совершенно именем. Такое бывало неоднократно, то, что называется ребрендинг. Но ответный удар был нанесен. И таким образом администрация Байдена дала понять, что вот те какие-то коллизии, которые возникают за пределами Соединенных Штатов, ну, допустим, история с трубопроводом, Соединенные Штаты не вмешиваются, они просто поддерживают наших союзников, в данном случае Германию. Но если вы будете продолжать атаки такого плана, как были, то Соединенные Штаты будут отвечать. Вот таким образом Байден, Блинкен провели некую красную линию. Поэтому я сопоставил два этих события в контексте сегодняшней программы. Спасибо за ваш вопрос. Ну, а мы можем продолжить наш разговор с радиослушателями. Давайте его продолжим вместе с вами. Кто у нас? Вот вы. Здравствуйте, в эфире. Добрый день. Вот передо мной лежит последний номер журнала «Тайм». И тут статья по поводу такой небольшой страны, как Буркино-Фасо и другие там страны, которые примыкают с юга запада к Сахарской пустыне. Вот статья примерно говорит так, что после того, как войска НАТО, это имеем в виду, наверное, Францию и Англию, бомбили Ливию, то эти страны, которые несколько десятилетий жили мирно, оказались в страшном положении. Во-первых, как говорится, миллионы людей, которые остались без крова, в этих странах вынуждены бежать, в связи с тем, что начались внутренние войны, фактически бандитские войны там. И вот, как тут пишется, ну, Европа там и Америка мало знают, что там происходит в этих странах. А люди голодают, умирают от жажды, не говоря уже там, от недостатка еды. Миллионы беженцев. Вот чем Америка помогла тогда Англии и Франции уничтожить Каддафи? Что демократию там в Ливии создали после этого? Теперь давайте... Знаете, безусловно, это была громадная ошибка. Я верю. Но признавать ошибки очень тяжело. Я еще хочу... Признавать ошибки тяжело. Да, пожалуйста, это была... Да, пожалуйста. Был президент, не помню, какой фамилии, после Кеннеди, который прогласил, как говорится, дружбу и помощь южноамериканским странам. 600 миллиардов долларов будет выделено, не помню, как эта программа называлась. Ну, после Кеннеди был Линдон Джонсон, да. Вот, Линдон Джонсон, да. Из этой программы остался пшик. Ничего. Дальше ввязались, как говорится, сделать демократию в Ираке. Что получилось из демократии в Ираке? Куда мы ни пришли, кроме Южной Кореи и Японии, после войны, ну, не считая Германию, ничего из нашей внешней политики хорошего не получилось. Ну, еще какой-нибудь пример вы можете привести, где наши миллиарды, даже триллионы долларов принесли благостание народу? Ну, прежде всего, вся Европа после Второй мировой войны и Восточная Европа после того, что распался так называемый социалистический лагерь. Именно помощь Соединенных Штатов в 90-м году... Америка никак не помогала, извините уж. Это не план маршала. Ну, если, допустим... Ну, подождите, вы задали мне вопрос, позвольте мне ответить. Давайте говорить по очереди. Договорились? Так вот, я в 90-м году в Москве не жил, я уже жил в Нью-Йорке. Но тогда хорошо было известно о той помощи, которая была оказана в начале администрации Буша Российской Федерации, затем администрации Билла Клинтона. И всего тогда, уже последующая потом администрация Джорджа Буша, всего они потратили порядка 22 миллиардов долларов на различные формы помощи Российской Федерации, включая самую простую, немедленную, которую, наверное, помнят россияне, так называемые ножки Буша. И когда действительно в 90-м году в Москве и в Питере было банально голодно, то эти ножки Буша спасали очень многих людей. Поэтому, когда вы говорите об успехе или провалах американской политики, то давайте уже будем более объективны. Договорились? Да, но первый раз я слышу, что Америка ножки Буша давала бесплатно. Очень дешево, но не бесплатно. Это был дар. Это был дар. Это была гуманитарная помощь. Но когда получали российские оптовики, они уже ножки Буша продавали. Но не то же. Но другие получали в качестве набора, в качестве российских ученых, получали их бесплатно. Но это одна из историй. На самом деле, их очень много подобных историй. И не только Европа. Если мы посмотрим на Латинскую Америку, то Латинская Америка проходила через этапы серьезнейших кризисов. Их было немало. И Латинская Америка традиционно метается между двумя крайностями. То крайние военные диктатуры, то они строят социализм. И Соединенные Штаты помогали этим странам устоять на ногах, как устояли, например, Колумбии, которая была атакована одновременно наркокартелями и марксистскими повстанцами. Колумбия сейчас нормальная страна. Это заслуга Соединенных Штатов. Соединенные Штаты помогли очень многим. Помогли Чили. Чили сейчас нормальная страна. Это во многом заслуга Соединенных Штатов. Соединенные Штаты помогали Аргентине выйти из периода, который был связан с различными военными диктатурами. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Таких примеров очень много. Поэтому, как и в любой внешней политике, как и в политике Соединенных Штатов, были успехи, были провалы. Это абсолютно естественно, это нормально. Политики, которая идет по, знаете, такому широкому хайвею, такой политики вообще не бывает. Но то, что касается Соединенных Штатов, то самое главное, я хотел бы подчеркнуть, что Соединенные Штаты даже в своих ошибках, они были верны некой своей изначальной миссии в защите дела свободы и демократии. Да, на этом пути у нас были серьезнейшие ошибки, но мы были верны своей миссии. На мой взгляд, это очень важно. Никогда от нее не отступали. Спасибо за ваш звонок. Что касается каких-то различных эпизодов в американской внешней политике, то опять-таки их было очень много различных, которыми можно гордиться, которыми можно стыдиться. Но тем не менее, в целом, мотивация была предельно простой. Защитить идею свободы и демократии, в особенности в годы противостояния Советским Союзом, в годы Холодной войны. И Соединенные Штаты играли в этом плане главную роль в мире. А уже наши европейские союзники или азиатские союзники действовали только тогда, когда мы начинали что-то делать. Они к нам присоединялись. Еще ни разу не было случая, чтобы наши европейские друзья действовали сами. Вот когда они решили действовать сами, это как раз история 2011 года, Ливия. И американская администрация была против того, чтобы британская и французская авиация включились в гражданскую войну и стали бомбить силы Каддафи. И это было сказано и гласно, и негласно. А Соединенные Штаты были вынуждены включиться в тот момент, когда уже нельзя было отойти. Когда так оказалось, что и британские, и французские военно-воздушные силы после нескольких дней бомбардировок оказались буквально, буквально без боеприпасов. И просто попросили Соединенные Штаты оказать помощь такого рода. И как союзники по НАТО. И администрация Обамы не могла им отказать. Но это действительно история с Каддафи, история с Ливией. Это колоссальнейший провал. Даже не столько Соединенных Штатов, как всего Запада. С этим сложно спорить. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Добрый день, Алексей. Знаете, если говорить о внешней политике, то, конечно, ее делают люди. Но, в первую очередь, у нас, это те, кто работает в государственном департаменте. И вот у меня есть знакомая и их дочка. Ну, она очень умная девочка, очень хорошо кончила школу. И ее взяли в один из университетов, Айвелик, на программу политологии. И после этого она уже должна была идти на стажировку в государственный департамент. И вот как-то мы были в гостях, мы там встретились. И мы с ней долго разговаривали. И она мне рассказывала о том, чем их учит, о своей точке зрения на все это. Ну, полнейшее вот детство, политическое наивность и полное непонимание ментальности и характера людей, которые живут в других странах, в других местах, в других обстоятельствах. Вы ушли. Какая жалость. Будьте любезны, наберите еще раз. А, нет, я уже не могу. У меня сообщение, что пришло время покинуть наш эфир. Дорогие друзья, спасибо за этот час, который мы провели вместе в нашем эфире. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин